Караганда Галина Сындыковна, а каким было радио вашего детства? Какие передачи вы слушали, какие запомнились? Радио моего детства это такая шляпка, грибок что ли на стене. И естественно это окно в мир было радио, пионерскую зорьку. Я поскольку в школе училась те годы после войны. И все передачи, и познавательные, и информационные. И по-моему все свободное время мы находились у радио. Вот видимо жажда знаний, вот что-то интересное узнать, почерпнуть. И конечно с миром, с внешним связывало радио. И очень мы любили радио, стараясь. По-моему оно у нас почти никогда не было выключенным. Хотелось бы узнать о ваших корнях, кто были ваши родители? Ну мои родители простые люди. Папа работал на экскаваторе, мама была домохозяйкой, воспитывала детей. Жили мы в рабочем поселке в Кокчетавской области. Нас было четверо детей в семье. Вот так мы и росли. Вы младшая старшая? Я старшая была, да. Я старшая была. И конечно, как старшая приходилось помогать и по дому маме, и папе где-то приходилось помогать по хозяйству. Я думаю, это неплохо, когда дети растут в таких условиях. Они более как-то приспособлены к жизни. Так что в этом плане я благодарна своим родителям. А в Караганду как вы попали? Ну в Караганду, естественно, учиться приехала. После школы приехала учиться и поступила в пединститут. Тогда еще. Теперь он стал университетом. А вы помните город тех лет, Караганду тех лет? Какой она была? Ну, во-первых, конечно, я впервые в такой большой город выехала. И мне кажется, он был очень такой хороший, большой. Но я скажу, в те годы последним зданием было здание кинотеатра «Родина». Представляете, а дальше была уже степь. И первый год мне пришлось жить у дяди на Федоровке. А занятия начинались в 8.05. И нам, студентам, в то время казалось, ну мы никогда не пропускали. Я не знаю, как все, но я во всяком случае старалась не опаздывать, не пропускать занятия. 8.05. А автобус был только один. Автобус номер один, он и сейчас существует. Но только немного маршрут поменялся. Это Новый Маякудук и станция Новая Михайловка. Представляете, какое расстояние, какой рейс проделывал этот автобус. И поэтому, а по утрам-то людей много. А Бураны, а Морозы? А нас не останавливал ни Буран, ни Мороз. И у меня была сокурсница Надя Королёва. И мы с ней в 6 часов, с 6 утра шли по всей степи в Буран-Мороз на площадь Гагарина в институт. И приходили, не опаздывали. Почему-то люди вашего поколения часто вспоминают именно Бураны и Морозы. На самом деле климат изменился. Во всяком случае, я могу засвидетельствовать, что тогда и Морозы сильнее были, и Буранов было больше. Сейчас намного лучше в этом плане с погодой. А в каком возрасте у вас появилась мечта стать работником телевидения, теледиктором? Вы знаете, я не мечтала об этом. Просто, видимо, как говорится, судьба, случай и сама жизнь привела. Поскольку я со школьных лет активный образ жизни вела, в общественной жизни. В художественной самодеятельности я, по-моему, пожизненно занималась. Чтение, всевозможные кружки, драматические, танцевальные и так далее, и так далее, и так далее. Нас просто заметили. И с танцевальным ансамблем мы попали на телевидение. Ну, попали, выступили, ушли. И, как сейчас помню, Царство Небесное, Айтуган Саликов был у нас хороший режиссер. Он из театра к нам пришел. И когда у них проходил конкурс, а конкурсы проходили на замещение должности диктора. Неоднократно много проходили. В то время это было непростое мероприятие найти нужного человека для экрана. И вдруг он говорит, а знаете что, помните, из пединститута к нам танцевальная группа приходила. И вот я там заметил девочек. И вот вообще надо, кстати, сказать, что время отбор был на эту должность очень жестким. Ну, тогда говорят, давайте пойдем в пединститут. Они прислали режиссеров в пединститут. И в основном почему-то на филфак. Но не почему-то, наверное, все-таки филология. Ближе к этой работе. И они отобрали где-то около 50 человек. В общем, 48 просмотрели. Потом 24. Потом 12. Потом, говорят, вот эти две остаются на окончательный просмотр на телевидении. Это были вы и... И еще Рая была девушкой красивой, с длинными косами. Просто замечательная девушка. Редактор субтитров А.Семкин